Утром на следующий день он купил ящик с красками кисти Мольберт. Пелерен согласился давать ему уроки, и Фредерик привел его к себе на квартиру посмотреть, не упустил ли он чего-нибудь необходимого для занятий живописью. Деларье уже вернулся, а в кресле напротив сидел какой-то молодой человек. Клерк показал на него. — Это он, сын Икаль, познакомься. Фредерику он не понравился. Лоб его казался выше, благодаря тому, что волосы были подстрижены бобриком. Что-то жесткое и холодное сквозило в его серых глазах, а длинного черного сюртука от всей одежды так и несло педагогикой, церковными поучениями. Сперва разговор шел о новостях дня, между прочим, о стаботматер Рассини. Когда спросили мнение сына Икаль, он заявил, что никогда не бывает в театре. Пелерен открыл ящик с красками. — Это все для тебя? — спросил Клерк. — Да, конечно. — Ну, вот затея. И он наклонился к столу, за которым математик-репетитор перелистывал том Луи Блана. Он принес его с собой и теперь в полголоса читал оттуда отдельные места, между тем, как Пелерен и Фредерик вместе рассматривали палитру, шпатель, тюбики с красками. Потом они заговорили об обеде у Орну. — У торговца картинами? — спросил сын Икаль. — Хорош, гусь, нечего сказать. — А что? — отозвался Пелерен. Сын Икаль ответил. — Человек, который выколачивает монету политическими гнусностями. Он заговорил о знаменитой литографии, на которой изображено все королевское семейство, занятое вещами назидательными. В руках у Луи Филиппа свод законов, у королевы молитвенник, принцессы вышивают, герцог Немурский пристегивает саблю, господин де Жуанвиль показывает младшим братьям географическую карту, в глубине видна двуспальная кровать. Эта картинка, носившая название «доброе семейство», радовала буржуа, но огорчала патриотов. Пелерен раздраженным тоном, словно он был автор, ответил, что одно мнение стоит другого. Сын Икаль возразил, искусство должно иметь единственной целью нравственное совершенствование масс. Следует брать лишь такие сюжеты, которые побуждают к добродетельным поступкам, а все остальные вредны. «Все зависит от выполнения», — кричал Пелерен, — «я могу создать шедевр. Если так, то тем хуже для вас». «Никто не имеет права». Что? Да, сударь, никто не имеет права возбуждать во мне интерес к тому, что я осуждаю. К чему нам старательно сработанные безделки, из которых нельзя извлечь никакой пользы? Скажем, все эти Венеры, все эти ваши пейзажи. Я тут не вижу ничего поучительного для народа. «Лучше покажите нам его горести. Заставьте нас преклоняться перед жертвами, которые он приносит. Боже мой, в сюжетах недостатка нет. Ферма, мастерская». Пелерен заикался от возмущения. Ему показалось, что он нашел довод. «Мольера вы признаете?» «Да», — сказал Санекаль, — «я восхищаюсь им, как предтечий французской революции». «А, революция! Да где там искусство? Не было эпохи более жалкой, более великой, сударь!» Пелерен скрестил руки и взглянул на него в упор. «Из вас, по-моему, вышел бы отличный солдат национальной гвардии!» Противник, привыкший спорам, отвечал, — «Я в ней не состою и ненавижу ее так же, как и вы. Но подобными принципами только развращают массы. Это, впрочем, и входит в расчеты правительства. Оно не было бы так сильно, если бы его не поддерживала целая свора таких же шутов, как Арну». Художник стал на защиту торговца. Мнения Санекали выводили его из себя. «Он даже решался утверждать, что у Жака Арну поистине золотое сердце, что он предан своим друзьям, нежно любит жену. О-о-о! Если ему предложить хорошую сумму, он не откажется сделать из нее натурщицу!» Фредерик побледнел. «Наверное, он вас очень обидел, сударь. Меня? Нет. Я видел его однажды в кафе с приятелем. Вот и все». Санекаль говорил правду, но рекламы художественной промышленности раздражали его изо дня в день. Арну был в его глазах представителем среды, которую он считал губительной для демократии. Суровый республиканец, он во всяком проявлении изящества подозревал испорченность. Сам же был лишен всяких потребностей и отличался непоколебимой честностью. Разговор уже не клеился. Художник вскоре вспомнил о назначенной встрече. Репетитор о своих учениках, когда они ушли, Деларье после долгого молчания стал расспрашивать друга об Арну. «Со временем представишь меня, старина, хорошо?» «Конечно», — сказал Фредерик. Потом они стали думать, как им устроиться. Деларье без труда получил место второго клерка у адвоката, записался на юридический факультет, купил необходимые книги, и жизнь, о которой они мечтали, началась. Она была прекрасна, благодаря очарованию молодости. Деларье о деньгах не заговаривал. Фредерик о них тоже не упоминал. Он производил все расходы, убирал в шкафу, занимался хозяйством, но, если надо было отчитать привратника, за это брался клерк, играя, как в клеже, роль покровителя и старшего. В течение дня они не виделись и встречались только вечером. Каждый садился на свое место у камина и принимался за работу. Но вскоре они ее бросали, и не было конца излиянием, приступом беспричинной веселости, а порой случались и ссоры из-за накоптившей лампы или затерянной книги, минутной вспышки гнева, разрешавшейся смехом. Дверь в дровяной челон оставалась открытой, и, лежа в постелях, они продолжали болтать. Утром они без сюртуков расхаживали по балкону, вставало солнце, над рекой забился легкий туман, с цветочного рынка, расположенного поблизости, долетали визгливые крики, дымок от их трубок колубился в чистом воздухе, освежавшим их заспанные глаза. Вдыхая его, они чувствовали веяние необъятных надежд, разлитых повсюду. По воскресеньям, если не было дождя, они вместе выходили из дома и, взявшись под руку, бродили по улицам. Очень часто у них возникала одна и та же мысль. Иногда, разговаривая, они ничего не видели вокруг себя. Деларье стремился к богатству, как к средству властвовать над людьми. Ему хотелось бы приводить в движение как можно больше народа, делать побольше шума, иметь в своем распоряжении трех секретарей и раз в неделю давать большой политический обед. Фредерик обставлял себе дворец в мавританском вкусе, где он мог бы всю жизнь лежать на диванах, обитых турецкой тканью, под журчание водных струй и где ему прислуживали бы негры-пажи. И все эти предметы мечтаний приобретали, в конце концов, такую осязательность, что он приходил потом в отчаяние, как будто утратил их. «К чему строить воздушные замки, — говорил он, — если у нас никогда ничего этого не будет?» «Как знать, — отвечал Деларье». Несмотря на свои демократические взгляды, он советовал Фредерику завязать знакомство с дамброзами. Тот ссылался на свои неудачные попытки. «Да полно! Зайди еще! Тебя пригласят!» В середине марта они, в числе других довольно крупных счетов, получили счет из Кохмистерской, где брали обеды. Фредерик, не имея всей требуемой суммы, занял 100 экю у Деларье. Две недели спустя он обратился к нему с подобной же просьбой, и клерк пробрал его за то, что он тратит много денег у Арну. Он действительно не знал меры. Виды Венеции, Неаполя, Константинополя занимали в комнате три стены. Тут и там висели этюды коней Альфреда де Дрю. На камине стояла скульптура про Дье, на рояле варялись номера художественной промышленности, на полу, в углах папки, и от всего этого становилось так тесно, что некуда было положить книгу. Трудно было пошевелиться. Фредерик уверял, что все это ему нужно для занятий живописью. Он работал у Пелерена. Но Пелерена часто не бывала дома, ибо он имел обыкновение присутствовать на всех похоронах и при всех событиях, о которых газетам полагалось давать отчет. И Фредерик целые часы проводил в мастерской совершенно один. Тишина большой комнаты, где слышно было только, как возятся мыши. Свет, падавший с потолка, даже гудение в печи, все набивало на него сперва своеобразный душевный покой. Потом его глаза, оторвавшись от работы, начинали блуждать по облупившейся стене, по безделушкам на этажерке, торсом, покрытым густой пылью, как лоскутьями бархата. И точно путник, который заблудился в лесу, где все тропинки приводят к одному и тому же месту, Фредерик то и дело мысленно возвращался к госпоже Арну. Он назначал себе день, когда пойдет к ней. Поднявшись на третий этаж, и уже стоя у ее дверей, он не сразу решался позвонить. Приближались шаги, дверь отворялась, и когда он слышал слова «Барыни нет дома», ему как будто возвращали свободу, а сердце сваливало с тяжестью. Все же иногда он заставал ее. В первый раз у нее были три дамы, в другой раз, тоже под вечер, пришел учитель чистописания мадемуазель Марты. Мужчины, которых принимала у себя госпожа Арну, с визитами не являлись. Фредерик из скромности больше не заходил. Но, чтобы получить приглашение на обед в четверг, он каждую среду неизменно появлялся в художественной промышленности и оставался там дольше всех, дольше даже, чем Режимбар, до последней минуты, делая вид, что рассматривает гравюру, пробегает газету. Наконец Арну спрашивал, «Вы завтра вечером свободны?» Приглашение он принимал прежде, нежели фраза была доведена до конца. Арну как будто начинал испытывать к нему привязанность. Он ущел его разбираться в винах, варить жженку, готовить рагу из бекасов. Фредерик покорно следовал его советам. Он любил все, что было связано с госпожой Арну. Ее мебель, прислугу, дом, улицу. Во время этих обедов Фредерик безмолвствовал. Он созерцал ее. На правом виске у нее была маленькая родинка. Пряди волос, гладко зачесанные на уши, были темнее, чем остальная прическа, и всегда как будто немного влажны по краям. Время от времени она приглаживала их двумя пальцами. Он изучил форму каждого ее ногтя, наслаждался шелестом ее шелкового платья, когда она проходила в дверь. Украдкой вдыхал аромат ее носового платка. Ее гребень, перчатки, кольца были для него вещами особенными, значительными, как произведения искусства, почти живыми, как человеческие существа. Все они волновали его сердце и усиливали страсть. У него не хватало выдержки скрыть ее от Деларье. Когда Фредерик возвращался от госпожи Арну, он как бы нечаянно будил друга, лишь бы поговорить о ней. Деларье, спавший в дровяном чулане около умывальника, долго зевал. Фредерик садился на постель у него в ногах. Сперва он рассказывал об обеде, потом о множестве незначительных мелочей, в которых видел знаки пренебрежения или расположения к нему. Однажды, например, она не пошла с ним под руку, предпочла идти с Дитмером, и Фредерик был в отчаянии. Вот вздор. А как-то раз она его назвала своим другом. Если так, будь смелей. Я не решаюсь, говорил Фредерик. Но тогда не думай о ней. Спокойной ночи. Деларье поворачивался к стене и засыпал. Он не понимал этой любви, в которой видел последнюю юношескую слабость своего друга. А так как их близость уже, очевидно, его не удовлетворяла, ему пришла в голову мысль собирать раз в неделю общих друзей. Друзья приходили по субботам часов около девяти. Все три тиковые занавески были аккуратно задернуты. Лампа и четыре свечи зажжены. Посреди стола ставился картуз с табаком и трубками, а вокруг него бутылки пива, чайник, графин с ромом и печенье. Спорили о бессмертии души, сравнивали достоинства своих профессоров. Однажды Юсане привел на вечер высокого молодого человека, одетого в сюртук, с чересчур короткими рукавами и, видимо, стеснявшегося. Это был тот парень, которого они в прошлом году пытались вызволить из полиции. Так как он не мог возвратить картонку с кружевами, потерянную во время свалки, хозяин обвинил его в воровстве и грозил судом. Теперь он служил приказчиком в транспортной конторе. Юсане встретился с ним утром на улице и привел с собой, так как Дюсарди и с благодарностью захотел повидать и другого. Он протянул Фредерику порт сигар, еще полный, и возблагоговением берег его, надеясь вернуть. Молодые люди пригласили его заходить. Он стал у них бывать. Все чувствовали друг к другу приязнь. Их ненависть к правительству была возведена в степень неоспоримого догмата. Один только Мартинон пробовал защищать Луи Филиппа. Против него пускали в ход все избитые доводы, примелькавшиеся в газетах. Устройство укреплений вокруг Парижа, сентябрьские законы, Причарда, лорда Гизо. Так что Мартинон умолкал, опасаясь кого-нибудь задеть. В коллеже он за семь лет ни разу не подвергся наказанию, а теперь на юридическом факультете умел нравиться профессорам. Обыкновенно он ходил в широком коричневом сюртуке, носил резиновые калоши, но как-то вечером явился одетый прямо женихом. На нем был бархатный жилет, белый галстук, золотая цепочка. Удивление возросло, когда стало известно, что он от господина Домбрёза. Промышленник действительно купил у него на днях для отца Мартинуна крупную партию леса. Старик представил ему сына и Домбрёз пригласил обоих к обеду. Вдоволь ли было трюфелей, спросил Дейлория, удалось ли тебе обнять его супругу где-нибудь в дверях сикудэцет? Тут разговор коснулся женщин. Лириан не допускал, что могут быть красивой женщиной, он предпочитал тигриц. Вообще, самка человека существо низшее в эстетической иерархии. То, что пленяет вас в ней, как раз и снижает ее идеальный образ. Я имею в виду волосы, грудь. Однако, возразил Фредерик, длинные черные волосы, большие черные глаза. Знаем, знаем, воскликнул Юссене. Довольно с нас испанок среди полянок. Античность слуга покорной, ведь, по правде сказать, какая-нибудь ларетка много занятнее Венеры Милоской. Будем же гаулами, черт возьми, будем жить, коли сумеем, как во дни регенства. Струйсь вино, вы, девы, улыбайтесь. От брюнетки поспешим блондинки, согласны, дядюшка Дюссардье. Дюссардье не отвечал. Все пристали к нему, чтобы узнать его вкусы. Ну так вот, сказал он краснее, я хотел бы всегда любить одну и ту же. Это было сказано так, что на миг наступило молчание. Одних изумило чистосердье Дюссардье, а другим в его словах открылось то, о чем они, быть может, втайне мечтали сами. Сенекаль поставил кружку пива на подоконник и догматическим тоном заявил, что проституция тирания, а брак безнравственность, поэтому лучше всего воздержание. Де Ларье смотрел на женщин, как на развлечение, только и всего. Господину Де Сизи они внушали всякого рода опасения. Ему, воспитанному под наблюдением благочестивой бабушки, общество этих молодых людей представлялось заманчивым, как притон, и назидательным, как сарбонна. На поучения ему не скупились, и он проявлял величайшее усердие, вплоть до того, что пробовал курить, невзирая на тошноту, всякий раз мучившую его потом. Фредерик был к ним очень внимателен. Он восторгался оттенками его галстуков, мехом на пальто и в особенности ботинками, тонкими, как перчатки, вызывающие изящными и блестящими. На улице его всегда ждал экипаж. Однажды, после отъезда господина Де Сизи, в тот вечер шел снег, Сенекаль пожалел его кучера, потом направил свое красноречие против желтых перчаток, против Джокей Клоба, любого рабочего он ставит выше этих господ. Я-то, по крайней мере, тружусь, я беден. Оно и видно, сказал наконец Фредерик, потеряв терпение. Репетитор затаил на него злобу за эти слова. Но, услыхав как-то от режима бара, что он немного знает Сенекали, Фредерик захотел оказать любезность приятелю Арну и пригласил его бывать у них по субботам. Встреча обоим патриотам была приятна. Впрочем, они отличались друг от друга. Сенекали, у которого был заостренный череп, признавал только системы. Режембар, напротив, не видел ничего, кроме фактов. Его беспокоил главным образом вопрос о рейнской границе. Он утверждал, что знает толк в артиллерийском деле и одевался у портного политехнической школы. Когда в первое посещение Режембара угостили пирожными, он с презрением пожал плечами и сказал, что сласти годятся лишь для женщин. В следующие разы он оказался не более учтивым. Как только собеседники затрагивали предметы возвышенные, он бормотал, о, только без утопий, без фантазии. В области искусства, хоть он и посещал мастерские художников, где иногда из любезности давал урок фехтования, взгляды его не отличались глубиной. Он сравнивал стиль господина Мараста со стилем Вольтера, госпожу Десталь с мадемуазель Ватпас, только потому, что последняя написала весьма смелую оду в честь Польши. Режембар раздражал всех, и в особенности Деларье, ибо он, гражданин, был своим человеком у Арну, а клерк жаждал попасть к ним в дом, надеясь завязать там полезные знакомства. «Когда же ты поведешь меня к ним?» спрашивал он Фредерико. Но Арну то был занят, то собирался куда-нибудь ехать, потом оказывалось, что вообще ничего не стоит затевать, так как скоро обеды прекратятся. Если бы ради друга надо было рискнуть жизнью, Фредерик не отступил бы, но он стремился выставить себя в выгодном свете у Арну, следил за своими словами, манерами, костюмами, надевая безукоризненные перчатки даже для посещения художественной промышленности и боялся, как бы Деларье в своем старом фраке со своими судейскими замашками и самоуверенной речью не произвел дурного впечатления, а это могло скомпрометировать, унизить его самого в глазах госпожи Арну. Против кого-либо другого он не стал бы возражать, но именно этот человек стеснил бы его в тысячу раз больше, чем все остальные. Клерк заметил, что он не хочет исполнить обещанное, и молчание Фредерика по этому поводу казалось ему еще большим оскорблением. Деларье хотел бы руководить им во всем, видеть, что он развивается в согласии с идеалами их юности, и праздность Фредерика возмущала его как непослушание, как измена. К тому же Фредерик, всецело занятый мыслями о госпоже Арну, часто говорил о ее муже, и Деларье придумал способ изводить его. Словно маньяк-идиот, он раз сто в день повторял в конце каждой фразы фамилию Арну. На стук в дверь отвечал «Войдите, Арну!» В ресторане он заказывал бри а-ля Арну, а ночью, прикидываясь, что у него кошмар, будил приятеля воплем «Арну! Арну!» Наконец измученный Фредерик сказал жалобным тоном «Да оставь ты меня в покое с этим Арну!» «Ни за что!» ответил клерк «Он всюду, он во всем то хладный, то палящий встает Арну!» «Да замолчи же!» крикнул Фредерик, сжимая кулаки и кротко добавил «Ты ведь знаешь, мне тяжело говорить на эту тему». «Извини, старина!» ответил Деларье, поклонившись весьма низко. «Отныне мы примем в расчет твои нервы чувствительные, как у благородной девицы. Еще раз прости, виноват?» «Виноват!» Так был положен конец насмешкам. Но три недели спустя, как-то вечером, он сказал Фредерику «А знаешь, я сегодня видел госпожу Арну». «Где?» «В суде». «С адвокатом Баландаром». «Брюнетка среднего роста, верно?» Фредерик утвердительно кивнул. Он ждал, что Деларье будет говорить о ней. При малейшем слове восхищения он излил бы всю душу, готов был бы обожать его. Тот все молчал. Наконец Фредерик, которому не терпелось узнать мнение друга, равнодушным тоном спросил, что он думает о ней. Деларье считал, что она не дурна собой, впрочем, ничего особенного. «Ты находишь?» спросил Фредерик. Наступил август. Время держать второй экзамен. По общему мнению, двух недель было достаточно, чтобы подготовиться. Фредерик не сомневался в своих силах. Он проглотил первые четыре книги процессуального кодекса, первые три уложения о наказаниях, несколько отрывков из уголовного судопроизводства и часть гражданского судопроизводства с примечаниями Пунселе. Накануне экзамена Деларье заставил его взяться за повторение, которое продолжалось до утра, а чтобы поспользоваться последними минутами, он даже на улице не переставая спрашивал его. Так как в одни и те же часы происходили экзамены по разным предметам, во дворе было много народа, между прочими, Юсане и Сизи. Когда дело касалось кого-нибудь из товарищей, было принято приходить на экзамен. Фредерик облегся в традиционную черную мантию. Вместе с другими тремя студентами, сопровождаемой целой толпой, он вошел в большую залу, где на окнах не было занавесок, а вдоль стен тянулись скамьи. Посередине, вокруг стола, покрытого зеленым сукном, стояли кожаные стулья. Стол отделял студентов от господ-экзаминаторов, восседавших в красных одеяниях с горностаевой перевезью через плечо в беретах с золотым голуном. Фредерик был в предпоследнем списке положения скверное. Отвечая на первый вопрос о разнице между условием и договором, он перепутал определения, но профессор, добрый человек, сказал ему, не смущайтесь, милостивый государь, успокойтесь. Потом, задав два легких вопроса, на которые получил неясный ответ, перешел наконец к четвертому. Фредерик был расстроен столь неудачным началом. Из публики де Ларье знаками давал ему понять, что не все еще потеряно, и второй его ответ на вопрос из уголовного права оказался сносным. Но после третьего, связанного с тайным завещанием, тревога Фредерико усилилась. Профессор остался бесстрастным, тогда как Юсане уже готовился аплодировать Адела Ларье, то и дело пожимал плечами. Наконец, пришла пора отвечать посудопроизводству. Дело шло о протесте со стороны третьих лиц. Профессор, неприятно удивленный тем, что ему приходится выслушивать теории, противоположные его собственным, резко спросил Фредерико «Это что же, милостивый государь, ваше мнение? Как же вы согласуете принцип статьи 1351 Гражданского кодекса с таким необыкновенным способом предъявлять иск?» У Фредерико очень болела голова, ведь он всю ночь не спал. Солнечный луч, проникавший щель жалюзи, ударял ему прямо в лицо. Стоя за стулом, он переминался с ноги на ногу и теребил усы. «Я жду вашего ответа», сказал человек в берете с золотым голуном. Жест Фредерико его, видимо, раздражал, и он добавил «В усах вы его не сыщете». Этот сарказм вызвал смех слушателей. Польщенный профессор смягчился. Он задал ему еще два вопроса о вызове в суд и об ускоренном судопроизводстве, затем опустил голову в знак одобрения. Публичный экзамен был окончен. Фредерик вернулся в вестибюль. Пока сторож снимал с него мантию, чтобы тотчас же надеть ее на другого, приятели окружили Фредерика и привели его в полное замешательство своими противоречивыми мнениями о результате экзамена. Этот результат вскоре был объявлен у входа в залу чьим-то звучным голосом. «Номеру третьему дана отсрочка». «Срезался», сказал Юсене. «Идемте». В швейцарской импо встречался Мартинон, красный, взволнованный, со смеющимися глазами и с ореолом победы вокруг чела. Он только что благополучно сдал последний экзамен. Оставалась только диссертация. Через две недели он будет лиценциатом. Семья его знакома с министром, перед ним открывается блестящая карьера. «Этот все-таки тебя перегнал», сказал Деларье. «Нет большего унижения, чем видеть глупца, преуспевающего там, где ты терпишь неудачу». Рассерженный Фредерик ответил, что ему наплевать, и у него более высокие стремления. А когда Юссене собрался уходить, Фредерик отвел его в сторону и сказал, «У них, разумеется, об этом ни слова». Сохранить секрет было легко. На следующий день Орну уезжал в путешествие по Германии. Вернувшись вечером домой, клерк нашел в своем друге странную перемену. Фредерик делал пируэты, насвистывал, а когда де Ларье выразил удивление, он объявил, что не поедет к матери. На каникулах он будет заниматься. Он обрадовался, когда узнал, что Орну уезжает. Теперь он может являться туда, когда захочет, не опасаясь никаких помех. Уверенность полной безопасности придаст ему отваги. «Наконец-то он не будет вдали от нее, не будет разлучен с нею». К Парижу его приковывало нечто более крепкое, чем железная цепь. Внутренний голос повелевал ему остаться. Возникли, однако, препятствия. Он преодолел их, написав матери. Прежде всего, он признался в своей неудаче, вызванной изменениями в программе, случайность, несправедливость. Впрочем, все выдающиеся адвокаты проваливались на экзаменах. Но он рассчитывает снова держать их в ноябре. А так как времени терять нельзя, он в нынешнем году не поедет домой и просит помимо денег на содержание прислать ему еще 250 франков на занятия с репетитором, которые принесут ему большую пользу. Все это было разукрашено сожалениями, утешениями, нежностями и уверениями в сыновней любви. Госпожа Муро, ждавшая его на следующий день, была огорчена вдвойне. Она утаила неудачу сына и ответила ему, чтобы он все-таки приезжал. Фредерик не уступил. Начался разлад. Тем не менее, к концу недели он получил деньги на три месяца и сумму, которая предназначалась репетитору, а в действительности послужила для уплаты за светло-серые панталоны, белую фетровую шляпу и трость с золотым набалдашником. Когда все это оказалось в его распоряжении, он подумал, а может быть, такая затея достойна парикмахера? Фредериком овладели сомнения. Чтобы решить, идти ли ему к госпоже Арну, он три раза подбрасывал монету. Все три раза предзнаменование было благоприятно. И так то было веление судьбы. Фиакр отвез его на улицу Шуазель. Он быстро поднялся по лестнице, потянул за шнур от звонка. Звонок не зазвонил. Фредерик чувствовал, что вот-вот лишится чувств. Он изо всех сил дернул тяжелую кисть красного шелка. Колокольчик зазвенел, потом постепенно замолк. Опять ничего не стало слышно. Фредерик испугался. Он приложил ухо к двери. Ни звука. Он заглянул в замочную скважину, но ничего не увидел в передней, кроме двух тростинок на фоне обоев с узором из цветов. Он собрался уже уходить, но передумал. На этот раз он совсем тихонько постучал. Дверь отворилась и со всклокоченными волосами, багровым лицом и недовольным видом на пороге предстал сам Арну. Ба! Каким ветром вас принесло! Входите! Он вел его только не в будуар и не в свою комнату, а в столовую, где на столе стояла бутылка шампанского и два бокала. Он отрывисто спросил, вам, дорогой друг, что-нибудь нужно от меня? Да нет, ничего, ничего, пробормотал молодой человек, стараясь чем-либо объяснить свое посещение. В конце концов, Фредерик сказал, что пришел справиться о нем, так как слышал от Юсане, будто он в Германии. И не собирался туда, ответил Арну. Что за куриные мозги у этого молодца? Все слышит на выворот. Чтобы скрыть свое замешательство, Фредерик стал расхаживать взад и вперед по комнате. Зацепившись за ножку стула, он уронил лежавший на нем зонтик. Ручка из слоновой кости разбилась. Боже мой, воскликнул он, какая жалость, я распил зонтик госпожи Арну. При этих словах торговец поднял голову и как-то странно улобнулся. Фредерик, воспользовавшись случаем, робко спросил, она, оказывается, была в своих родных краях у больной матери. Фредерик не осмелился расспрашивать, сколько продлится отсутствие хозяйки дома. Он лишь спросил, откуда она родом. Из Шартра. Это вас удивляет? Меня нет. Почему нисколько? Теперь решительно не о чем было говорить. Арну, свернув папиросу, расхаживал вокруг стола и отдувался. Фредерик, прислонившись к печке, рассматривал стены, шкаф, паркет. В его памяти, вернее, перед его глазами проходили исполненные прелести картины. Наконец он ушел. В передний на полу валялся скомканный обрывок газеты. Арну его поднял и, встав на цыпочки, засунул в звонок, чтобы продолжить, как он выразился, нарушенный послеобеденный отдых. Потом, пожимая Фредерику руку, сказал, «Пожалуйста, предупредите привратника, что меня нет дома», и захлопнул за ним дверь. Фредерик медленно спустился по лестнице. Неудача первой попытки лишала его надежды на успех. Наступили три месяца полных тоски. Занятий у Фредерика не было, и безделье еще усиливало его печаль. Он целыми часами глядел со своего балкона на реку. Она текла между сероватыми набережными, почерневшими кое-где от грязи сточных труб. На берегу был плод для стирки белья, где иногда забавлялись мальчишки, купая в илистой воде пуделька. Не оборачиваясь налево в сторону каменного моста у собора Богоматери и трех висячих мостов, он всегда смотрел на набережную вязов, на густые старые деревья, напоминавшие липы у пристани Монтеро. Башня святого Иакова, ратуша, церкви святого Гервасия, святого Людовика, святого Павла возвышались напротив. Среди моря крыш, а на востоке точно огромная золотая звезда сверкал ангел на июльской колонне. С другого же края небосклона круглой громадой рисовался голубой купол Тюэлери. В той стороне, где-то там, был дом госпожи Арну. Фредерик возвращался в свою комнату. Он ложился на диван и предавался беспорядочным мыслям о планах работ, о том, как себя вести, о будущем, которым он стремился. Наконец, чтобы уйти от самого себя, он выходил на улицу. Он шел, куда глаза глядят по латинскому кварталу, обычно столь шумному, но в эту пору пустынному, так как студенты разъехались по домам. Длинные стены учебных заведений как будто вытянулись от этого безмолвия и стали еще угрюмее. Мирная повседневность давала о себе знать всякого рода звуками. Птица билась в клетки, скрипел токарный станок, сапожник стучал молотком, а старьевщики, бредя посреди тщетно вопрошали взглядом каждое окно. В глубине безлюдного кафе буфетчица зевала между полными графинами. На столах читалин в порядке лежали газеты. В прачечной от дуновения теплого ветерка колыхалось белье. Время от времени он останавливался перед лавкой букиниста. Амнибус, проезжавший мимо у самого тротуара, заставлял его оборачиваться. Добравшись до Люксембургского сада, он дальше уже не шел. Иногда надежда развлечься влекла его к бульварам. Из темных переулков, где веяла сырость, он попадал на большие пустынные площади, залитые солнцем. А от какого-нибудь памятника на мостовую падала черная зубчатая тень. Но вот опять начинали грохотать повозки. Опять тянулись лавки, и толпа оглушала его, особенно по воскресеньям, когда от Бастилии до церкви Святой Магдалины, среди пыли, среди несмолкающего шума, несся по асфальту огромный зыблющийся людской поток. Его тошнило от пошлости всех этих физиономий, глупости разговоров, дурацкого самодовольства, написанного на потных лицах. Однако сознание, что он стоит выше этой толпы, умеряло скуку, вызванную ее созерцанием. Каждый день Фредерик ходил в художественную промышленность, чтобы узнать, когда вернется госпожа Арну, очень пространно расспрашивала о здоровье ее матери. Ответ Арну оставался неизменным. Дело идет на поправку. Жена с девочкой должны приехать на будущей неделе. Чем дольше она медлила с возвращением, тем больше беспокойства проявлял Фредерик так, что Арну, тронутый столь горячим сочувствием, раз пять-шесть приглашал его обедать в ресторан. Во время этих длительных свиданий с глазу на глаз Фредерик понял, что торговец с картинами не блещет умом. Но Арну мог заметить охлаждение с его стороны, к тому же надо было хоть чем-нибудь отплатить ему за любезность. Желая устроить все как можно лучше, Фредерик продал старьевщику за восемьдесят франков все свои новые костюмы и, прибавив к этой сумме оставшуюся у него сотню, пошел к Арну пригласить его на обед. Там оказался режим бар. Пошли все вместе в ресторан три провансальских брата. Гражданин прежде всего снял сюртук и, уверенный в одобрении своих сотрапезников, составил меню. Но хотя он и отправился на кухню, чтобы самому переговорить с поваром, он спустился в погреб, в сезаколке которого знал, и, вызвав хозяина ресторана, намыдал ему голову. Его не удовлетворили ни кушанья, ни вина, ни сервировка. При каждом новом блюде, при каждой новой марке вина, он после первого же куска, первого же глотка бросал вилку или отодвигал бокал. Потом, поставив локти на стол, вопил, что в Париже невозможно пообедать. Наконец, не зная, какое блюдо придумать, режим бар заказал себе попросту бобы на прованском масле, которые несколько умиротворили его, хотя и не вполне удались. Затем у него завязался с официантом диалог о прежних лакеях, служивших у провансальских братьев. Что стало с Сантуаном? С нехим Эженом? А с коротышкой Теодором, который прислуживал здесь всегда внизу? В ту пору еда здесь была куда более тонкая, а бургонская такое, какое больше уж не встретишь. Потом речь зашла о ценах на земли, в пригородах в связи с какой-то беспроигрышной спекуляцией Арну. Пока что он терял на процентах. Хотя продавать землю Арну не соглашался, Режимбар предложил свести его с одним человеком и оба принялись карандашом это вычисление, продолжавшееся до конца десерта. Кофе пошли пить в пассаж Сумон, в кофейню, помещавшуюся на антресолях. Фредерик стоя смотрел, как протекают бесконечные партии на бильярде, за которыми следовали бесчисленные кружки пива. Он пробыл тут до полуночи, сам, не зная зачем, из малодушия, по глупости или в смутной надежде на какую-нибудь случайность благоприятную для его любви. Когда же он вновь увидит ее? Фредерик приходил в отчаяние. Но однажды вечером в конце ноября Арну сказал ему, знаете, вчера вернулась жена. На следующий день в пять часов он уже входил к ней. Он стал поздравлять ее с выздоровлением матери, которая была так тяжело больна. Да нет, кто вам сказал? Арну. У нее вырвалось негромкое «А». Потом она прибавила, что сперва были серьезные опасения, но теперь все прошло. Она сидела у камина в глубоком вышитом кресле. Он расположился на диване, шляпу держал на коленях. Разговор был томительный, она его не поддерживала. Повода заговорить о своих чувствах он не находил, а когда пожаловался, что должен изучать крючкотворство, она сказала «Да, понимаю процессы» и наклонила голову, внезапно поглощенные своими мыслями. Он жаждал их узнать и уже не думал ни о чем ином. Наступили сумерки, сгустились тени. Она поднялась, ей надо было куда-то идти, потом появилась бархатная шляпка и черная накидка, отороченная беличьим мехом. Он осмелился предложить себя в провожатые. Совсем стемнело, погода была холодная, густой зловонный туман заволакивал фасады домов. Фредерик вдыхал его с наслаждением, ведь сквозь ватную подкладку он ощущал форму ее локтя, а ее ручка в замшевой перчатке на двух пуговицах, ее маленькая ручка, которую ему хотелось покрыть поцелуями, опиралась на его руку. Было скользко, и они шли походкой не совсем твердой. Фредерику казалось, что их обоих укачивает среди облаков ветер. Блеск фонарей на бульварах вернул его в действительности. Случай был подходящий, надо было спешить. Он решил, что признается в любви, когда они минуют улицу Ришелье, но почти в ту же минуту она остановилась у посудного магазина и сказала, «Вот мы и дошли, благодарю вас. До четверга не правда ли, как всегда?» Обеды возобновились, и чем чаще он бывал у госпожи Арну, тем больше испытывал томление. Созерцание этой женщины изнуряло его, словно аромат слишком крепких духов. Он чувствовал, как что-то проникает в самые глубины его существа, подчиняет себе все другие его ощущения, становясь для него новой формой бытия. Проститутки, встречавшиеся ему при свете газовых фонарей, певицы, выводившие рулады, наездницы, мчавшиеся галопом, мещанки, шедшие пешком, гризетки у своих окон, все женщины напоминали ее в силу сходства или резкого контраста. Он смотрел на выставленные в лавках кашемировые шали, кружева и подвески из драгоценных камней, воображая, что они драпируют ее стан, украшают корсаж, огнями сверкают в ее черных волосах. На лотках у цветочниц цветы распускались для того, чтобы, проходя мимо, она могла купить их. В витрине башмачника атласные туфельки, отороченные лебяжьим пухом, казалось, ждали ее ножик. Все улицы вели к ее дому, экипажи на площадях стояли только для того, чтобы можно было скорее приехать к ней, Париж был связан с ней, и весь этот огромный, многоголосый город гудел, как исполинский оркестр вокруг нее. Когда он приходил в ботанический сад, вид пальмы уносил его в далекие страны. Вот они путешествуют вместе на спине верблюда, в палатке на слоне, в каюте яхты среди лазурного архипелага или едут рядом на двух мулах с бубенцами, спотыкающихся в траве о разбитые колонны. Порою он останавливался в лувре перед старинными полотнами, и так как любовь преследовала его и в былых веках, то лица на картинах он заменял образом любимой. Вот она в высоком головном уборе молится на коленях за свинцовой решеткой окна. Властительница обеих Кастилей или Фландрии она восседает на крахмаленных брыжах и в стянутом лифе с пышными буфами. Или спускается по огромной парфировой лестнице, окруженная сенаторами в парчевом платье под балдахином из страусовых перьев. А порою она представлялась его воображению в желтых шелковых шальварах, на подушках, в гареме, и все что было прекрасного мерцание звезд, мелодия, ритм фразы, какое-нибудь очертание все это внезапно и незаметно возвращало его помыслы к ней. Но он был уверен, что всякая попытка сделать ее своей любовницей будет напрасна. Однажды вечером Дитмер, войдя, поцеловал ее в лоб. Лаваря сделал тоже и сказал, вы позволяете, не так ли? Это право друзей. Фредерик пробормотал, мне кажется, мы все здесь друзья, но не все старые, возразила она. Это значило, что она косвенно уже отвергает его. Но что же делать? Сказать ей, что он ее любит. Она, наверное, попросит, чтобы он оставил ее или даже с негодованием выгонит из дома. Он же предпочитал любые мучения страшной участи, больше никогда не видеть ее. Он завидовал таланту пианистов, шрамом солдат. Он мечтал об опасной болезни, надеясь хоть таким путем привлечь ее внимание. Одно удивляло его. Он не ревновал ее к Арну. Он не мог представить себе ее иначе, как одетой. Настолько естественной казалась ее стыдливость, отбегавшая ее пол в какую-то таинственную тень. А между тем он мечтал о счастье жить с нею, говорить ей «ты», подолгу гладить ее волосы или стоять перед ней на коленях, обняв ее стан, упиваться взглядом, в котором светится ее душа. Для этого пришлось бы побороть злой рок. А он, неспособный к действию, проклиная Бога и обвиняя себя в молодуши, метался в плену у своих желаний, как узник в каземате. Он задыхался от тоски, не оставлявши его. Он целыми часами сидел неподвижно или вдруг разражался слезами. Однажды, когда у него не хватило сил сдержать их, Деларье спросил «Да что с тобой, черт возьми?» Оказывается, Фредерик страдает нервами. Деларье не поверил бы. Увидев такие муки, он почувствовал, как в нем пробуждается былая нежность к другу и попытался вернуть ему бодрость. Такой человек, как он, и вдруг пал духом? Что за нелепость? В юности еще куда не шло, но позднее это же только потеря времени. Не узнаю моего Фредерика. Я требую того прежнего. Человек, еще порцию. Тот был мне по вкусу. Ну, выкури трубку, скотина. Да встряхнись же ты, ты приводишь меня в отчаяние. Правда, сказал, Фредерик, я с ума схожу. Клерк продолжал, а, старый трубадур, я ведь знаю, что тебя печалит. Сердечко, признавайся. Ерунда, одну потеряем, четырех найдем. За добродетельных дам нас утешают другие. Хочешь, я познакомлю тебя с женщинами? Стоит только сходить в Альгамбру. Это были публичные балы, недавно открывшиеся в конце Елисейских полей и потерпевшие крах в следующем же сезоне, чему виной явилась роскошь преждевременная для такого рода предприятий. Там, говорят, весело, съездим туда, возьми, если хочешь своих приятелей, я согласен даже на режим бара. Гражданина Федерик не пригласил. Делари обошелся без Сенекаля. Они захватили с собой только Юсане, Сизи и Дюсардье, и Фиакр доставил всех пятерых к подъезду Альгамбры. Две галереи в мавританском стиле, параллельной одна другой, тянулись справа и слева. В глубине подымалась стена соседнего дома, а четвертая сторона, там, где был ресторан, изображала ограду монастыря с цветными стеклами на готический ладу. Над эстрадой, где играли музыканты, раскинулось нечто вроде шатра в китайском вкусе. Земля была залита асфальтом, венецианские фонари, качавшиеся на столбах, казались издали венцом из разноцветных огней над толпой танцующих. Кое-где из каменной чаши, покоившейся на пьедестале, били тонкие стройки воды. Среди листвы виднелись гипсовые статуи гебы и купидонов, еще липкие от свежей масляной краски. Благодаря многочисленным аллеям, посыпанным ярко-желтым песком и тщательно расчищенным, сад казался гораздо обширнее, чем он был на самом деле. Студенты прогуливались со своими возлюбленными, важно выступали приказчики из модных лавок, щеголяя тросточками, воспитанники колежей курили сигары, старые холостяки расчесывали гребешком свои крашенные бороды, были тут англичане, русские, приезжие из Южной Америки, три восточных человека в фесках. Ларетки, грезетки, публичные женщины пришли сюда в надежде найти покровителя, любовника, золотую монету или просто ради удовольствия потанцевать. Их широкие платья, светло-зеленые, темно-вишневые и фиолетовые проносились, развиваясь среди густов ракитника и сирени. Мужчины почти все были в костюмах из клетчатой материи, иные, несмотря на прохладный вечер, в белых панталонах. Зажигались газовые рожки. Юсане, благодаря своим связям с модными журналами и мелкими театрами, знал многих женщин. Он посылал им воздушные поцелуи и время от времени покидал друзей, чтобы поговорить с той или иной. Деларье позавидовал его развязности. Он нагло пристал к высокой блондинке в нанковом платье. Она угрюмо посмотрела на него и сказала, «Нет, любезный, никакого к тебе доверия», и отошла от него. Он вновь попытал счастье, теперь с толстой брюнеткой, наверное, сумасшедшей, ибо при первом же его слове она вскочила, грозя позвать полицию, если он не отстанет. Деларье натянуто рассмеялся. Потом, заметив маленькую женщину, которая сидела в сторонке под фонарем, пригласил ее на кадриль. Музыканты, сидевшие на эстраде в обезьяньих позах, пиликали и трубили вовсю. Капельмейстер, стоя автоматическим движением, отбивал так. Все сбились в кучу и веселились. Развязавшиеся ленты, шляпок задевали за галстуки, сапоги касались юбок, все ритмично подпрыгивали. Деларье прижимал к себе маленькую женщину и, охвачиванный неистовством Канкана, бесновался среди танцующих точно большая марионетка. Сизи и Дюсардье продолжали прогуливаться. Молодой аристократ направлял Лорнетт на девиц, но, несмотря на уговоры приказчика, не смел заговорить с ними, воображая, будто у таких женщин всегда спрятан в шкафу человек с пистолетом и он выскакивает оттуда, чтобы заставить вас подписать вексель. Они вернулись к Фредерику. Деларье уже не танцевал и все были заняты мыслью, как же закончить вечер. Вдруг Юсанэ воскликнул «А, вот маркиза до Майги!» Это была бледная женщина со вздернутым носом в метенках до локтей, с длинными черными локонами, свисавшими на щеки точно собачьи уши». Юсанэ сказал ей «Надо бы устроить у тебя маленький кутеж, восточный раут. Постарайся собрать кое-кого из подруг для этих французских рыцарей. Ну, что тебя смущает? Может быть, ты ждешь своего идальго?» Андалуска стояла потупившись. Зная отнюдь нероскошный образ жизни своего приятеля, она опасалась, как бы ей не пришлось расплачиваться за него. Но как только она заикнулась о деньгах, Сизи предложил ей пять наполеондоров. Все содержимое своего кошелька. Дело было решено, но Фредерик куда-то пропал. Ему показалось, что он узнал голос Арну. Он заметил дамскую шляпку и поспешил под сень баскета тут же невдалеке. Мадемуазель Ватнас была наедине с Арну. «Извините, я вам не помешал». «Ничуть», ответил торговец. Из последних слов их разговора, Фредерик понял, что Арну прибежал в Альгамбру поговорить с Мадемуазель Ватнас о неотложном деле и, по-видимому, был не совсем спокоен, так как спросил ее с тревогой в голосе. «Вы вполне уверены?» «Вполне уверена. Вас любят. Ах, что вы за человек!» И она надулась, выпитив толстые губы кровавого цвета. Так сильно они были накрашены. Зато у нее были чудесные глаза, карие, с золотистыми точками, умные, полные неги и чувственности. Они, словно лампады, озаряли ее желтоватое и худое лицо. Арну как будто наслаждался резкостью ее обращения. Он наклонился к ней и сказал «Вы так милы, поцелуйте же меня». Она взяла его за уши и поцеловала в лоб. В этот миг танцы прекратились, и на месте капель Мейстера появился красивый молодой человек, очень полный, с белым как воск лицом. У него были длинные черные волосы, не спадавшие на плечи, как у Христа. Лазоревого цвета бархатный жилет, расшитый пальмовыми ветвями, вид гордый, как у павлина, и глупый, как у индюка. Поклонившись публике, он запел шансонетку. В ней крестьянин описывал свое путешествие в столицу. Артист пел на нижненормандском наречии, изображая пьяного, а после припева «Тот-то хохот, тот-то смех, там, в Париже, прямо грех!» раздавался всякий растоп, под которым публика выражала свой восторг. Дельмас, этот мастер выразительного пения, был слишком ловок, чтобы дать восторгу остыть. Ему поспешили вручить гитару, и он жалобно исполнил роман с под названием «Брат Албанки». Слова напомнили Фредерику песню, которую на пароходе между двумя колесными кожухами пел орфист в лохмотьях. Он невольно обращал взгляд на подол платья своей соседки. За каждым куплетом следовала длительная пауза. Шелест ветра, игравшего листвой, казался шумом волн. Мадемуазель ватнас, раздвинув ветви берючины, закрывавшие эстраду, пристально смотрела на певца. Ее ноздри раздувались, глаза были прищурены, и вся она как будто отдавалась чувству глубокой сосредоточенной радости. «Превосходно», сказала Арну. «Я понимаю, почему вы нынче вечером в Альгамбре. Вам, моя милая, нравится Дельмас?» Она не хотела признаваться. «Какая же вы стыдливая!» И он указал на Фредерико. «Может быть, из-за него?» «Вы не правы. Нет юноши более скромного». Приятели, искавшие Фредерико, тоже вошли в зеленую беседку. Юсона их представил. Арну всем предложил сигары и угостил всю компанию шербетом. Мадемуазель в Аднас покраснела, увидев Дюссардье. Она вскоре поднялась со своего места и протянула ему руку. «Вы узнаете меня, господин Агюст?» «Откуда вы ее знаете?» спросил Фредерико. «Мы вместе служили в одном магазине», ответил он. Сизи дергал его за рукав, они вышли. И едва они скрылись, как мадемуазель в Аднас начала восхвалять характер Дюссардье. Она даже прибавила, что сердечность его особый дар. Потом завели речь о Дельмасе, который благодаря своей мимике мог рассчитывать на успех и в театре. Завязался спор, в котором все смешалось Шекспир, цензура, стиль, народ, сборы театра Порциен-Мартен, Александр Дюма, Виктор Гюго и Дюмерсан. Арно был знаком с несколькими знаменитыми актрисами. Молодые люди даже наклонились, чтобы лучше слышать. Но слова его заглушал грохот музыки. Как только заканчивалась полька или кадриль, все бросались к столикам, подзывали официантов, хохотали, в гуще листвы хлопали пробки от бутылок пива и шипучего лимонада. Женщины кудахтали, как куры, а время от времени двое мужчин затевали драку, был задержан вор. Музыка заиграла галоп, и танцующие пары наводнили аллеи. Запыхавшиеся, с покрасневшими улыбающимися лицами, они летели вихрем, так, что развивались платья и фалды сюртуков. Все громче ревели тромбоны, ритм ускорялся, за средневековой монастырской оградой послушался треск, стали взбиваться ракеты, завертелись солнца, изумрудное сияние бенгальских огней, на минуту осветило сад, и при последней ракете у толпы вырвался глубокий вздох. Расходились медленно. В воздухе висело облако порохового дыма. Фредерик и Деларье шаг за шагом продвигались в толпе, как вдруг им представилось зрелище. Мартинон требовал сдачу у вешалки, где хранятся зонты. Он сопровождал даму лет пятидесяти, некрасивую, великолепно одетую и принадлежавшую непонятно к какому общественному кругу. Этот молодчик, сказал Деларье, не так прост, как можно подумать. Но где же Сизи? Дюссардия показал на кабачок, в котором они увидели потомка рыцарей за чашей пунша в обществе розовой шляпки. Юссанэ, куда-то пропавший минут пять тому назад, появился вновь. На руку его опиралась девушка, вслух называвшая его котик. Перестань, говорил он ей, перестань, нельзя же на людях, а лучше называй меня виконтом. Это будет изысканно, как во дни Людовика Тринадцатого и вельмож в мягких сапогах, да и мне по душе. Перед вами, друзья, моя давнишняя приятельница. Не правда ли она мила? Он взял ее за подбородок. Приветствуй этих господ. Они все сыновья пэров Франции. Я поддерживаю с ними знакомство, чтобы попасть в посланники. Какий вы забавник, вздохнула мадемуазель ватназ. Она попросила Дюссардье проводить ее домой. Арну посмотрел им след, потом обратился к Фредерику. Нравится вам это ватназ? Впрочем, вы на этот счет неоткровенны. Мне кажется, вы скрываете ваши увлечения. Фредерик, побледнев, стал клясться, что ничего не скрывает. Неизвестно даже, есть ли у вас любовница, продолжал Арну. Фредерику хотелось назвать на удачу какое-нибудь имя, но это могли пересказать ей. Он ответил, что в самом деле у него нет любовницы. Торговец пожурил его за это. Нынче вечером вам представлялся удобный случай. Отчего вы не поступили как другие? Все уходят с женщиной? Ну, а вы, спросил Фредерик, выведенный из терпения такой настойчивостью, о, я дело другое, мой милый, я возвращаюсь к собственной жене. Он кликнул кабриолет и уехал. Друзья пошли пешком. Дул восточный ветер. Оба молчали. Деларье жалел, что не блеснул перед издателем журнала, а Фредерик погрузился в свою печаль. Наконец он заявил, что бал показался ему приглупым. А кто виноват? Если бы ты не бросил нас для своего орну, э, что бы я ни делал, все будет бесполезно. Но у клерка были свои теории. Чтобы чего-нибудь добиться, стоит лишь сильно пожелать. А между тем ты сам только что наплевать мне на баб, сказал Деларье сразу пресекая намек. Стану я с ними путаться. И он начал обличать их жеманство, их глупость, словом, не нравится ему женщины. Будет тебе рисоваться, сказал Фредерик. Деларье замолчал. Потом вдруг предложил. Хочешь, пари на сто франков, что я столкуюсь с первой же встречной. Идет. Первой им попалась навстречу отвратительная нищая. И они уже стали терять надежду, как вдруг на середине улицы ревали увидали высокую девушку с картонкой в руке. Деларье подошел к ней под арками. Она быстро свернула по направлению к Тюлье и вскоре вышла на площадь карусели, оглядываясь по сторонам. Затем побежала за Фиакром. Деларье нагнал ее. Теперь он шел рядом с ней, сопровождая слова выразительными жестами. Наконец, она взяла его под руку, и они двинулись дальше по набережным. Они дошли до шатле, где потратили по крайней мере минут двадцать, шагая взад и вперед по тротуару точно два матроса на вахте. Но вот они перешли Казначейский мост, пересекли Цветочный рынок, вышли на набережную Наполеона. Фредерик вошел вслед за ними в свой подъезд. Деларье дал понять другу, что он им помешает. Ему остается лишь последовать их примеру. Сколько у тебя в кошельке? Две монеты по сто су. Вполне достаточно. Покойной ночи. Фредериком овладело то удивление, какое испытываешь при виде удавшейся шутки. Он надо мной смеется, думал Фредерик. Что если я подымусь? Деларье пожалуй решит, что он завидует его приключению, как будто я сам, не зная любви, да еще во сто раз более редкостный, более благородный, более сильный. Его хватило злоба. Он очутился у подъезда госпожи Арно. Ни одно окно в ее квартире не выходило на улицу. И все-таки он остановился, не сводил глаз с фасада, как будто мог взглядом пробиться сквозь стену. Сейчас, наверное, она почивает безмятежная, как взноснувший цветок. Чудесные черные волосы покоятся на кружевах подушки, губы полуоткрыты, а руку она подложила под голову. Рядом ему померещилась голова Арну. Он тут же отошел, чтобы спастись от этого видения. Фредерик вспомнил совет де Ларье и, ужаснувшись, отправился бродить по улицам. Едва навстречу приближался пешеход, Фредерик старался разглядеть его лицо. Порою луч света скользил у него под ногами, описывал на гладкой мостовой огромную дугу, и из темноты появлялся человек с корзиной на плече и с фонарем. Ветер сотрясал иногда железную дымовую трубу. Откуда-то издали доносились звуки, они сливались с шумом в его голове, и ему чудилось, будто в воздухе смутно звучит ретурнель кадрили. Быстрая ходьба поддерживала в нем чувство опьянения, он оказался на мосту согласия. И тут ему вспомнился другой вечер. Год тому назад, когда в первый раз возвращаясь от нее, он вынужден был остановиться, так сильно билось его сердце полное надежд. Все они умерли теперь. Неслись темные облака, временами заволакивая луну. Фредерик смотрел на нее и думал о беспредельности пространств, о ничтожности жизни, о щите всего сущего. Наступил рассвет. Зубы у него стучали, полусонный, промокший от тумана, весь в слезах, он спросил себя, почему бы не положить всему конец. Стоит сделать лишь одно движение. Голова была так тяжела, что тянула его вниз. Он уже видел свой труп, плывущий по воде. Фредерик наклонился, парапет был широк, и только от усталости Фредерик не попытался перепрыгнуть через него. Страх овладел им. Он вернулся на бульвары и в изнеможении опустился на скамейку. Его разбудили полицейские, уверенные, что он кутнул. Фредерик встал и опять пошел. Он сильно проголодался, а так как все рестораны были еще закрыты, то позавтракал в кабачке на крытом рынке. Потом, рассчитав, что еще слишком рано, он до четверти девятого бродил возле ратуши. Делария давно уже отпустил свою красотку. Теперь он сидел за столом посередине комнаты и писал. Часа в четыре появился господин де Сизи. Благодаря Дюссарди они накануне вечером вступили в беседу с некой дамой и даже проводили ее в экипаже вместе с мужем до самого дома, где она ему назначила свидание. Он только что оттуда. Ее там даже не знают. Так чем же я могу вам помочь, спросил Фредерик. Молодой дворянин стал молоть всякий вздор. Он говорил о мадемуазель Ватназ, об андалузке, обо всех прочих. Наконец, после множества отступлений, изложил цель своего визита. Полагаясь на скромность приятеля, он пришел попросить его содействия в одной попытке, после которой он окончательно сможет считать себя мужчиной. Фредерик ему не отказал. Он посвятил в этой истории Деларье, скрыв лишь то, что касалось его лично. Клерк нашел, что теперь он привел себя в полный порядок. Столь послушное отношение к его советам привело его в еще лучшее расположение духа. Именно своей веселостью он и пленил с первой же встречи мадемуазель Клеманс Давиу, вышивальщицу золотом для военной обмундировки. Кратчайшее в мире создание, стройное, как тростник, с большими голубыми глазами, вечно изумленными. Клерк злоупотреблял ее наивностью, вплоть до того, что уверял ее, будто награжден орденом. Когда они оставались наедине, он украшал свой сюртук красной ленточкой, но на людях от этого воздерживался, якобы потому, что не хотел унижать своего начальника. Впрочем, он держал ее на известном расстоянии, позволял себя ласкать, как какой-нибудь паша, и в шутку называл ее дочь народа. Всякий раз она приносила ему букетик фиалок. Фредерик не хотел бы такой любви. Все же, когда они под руку уходили обедать в отдельный кабинет к Пенсону или к Борио, им обладевала странная тоска. Фредерик не подозревал, какие страдания он причинял целый год Деларье, когда, собираясь по четвергам на улицу Шуазель, полировал себе щеточкой ногти. Однажды вечером, стоя у себя на балконе и глядя им вслед, он вдали на Аркольском мосту заметил Юсане. Тот знаками стал звать его, а когда Фредерик спустился с пятого этажа, сообщил, «Дело вот в чем, в субботу двадцать четвертого именины госпожи Арну». «Как? Ведь ее зовут Мари и Анжела». «Да не все ли равно, праздновать будут у них на даче в Сен-Клу. Мне поручено известить вас. В три часа у редакции вас будет ждать экипаж». «Так решено. Простите, что побеспокоил, но у меня столько дел». Едва Фредерик вернулся, как привратник, подал ему письмо. «Господин и госпожа Дамбрюз просят господина Эф Мору сделать им честь пожаловать к обеду в субботу двадцать четвертого сего месяца. Благоволите ответить». «Слишком поздно», подумал он. Тем не менее, он показал письмо Деларье. Тот воскликнул, «А, наконец-то! Но ты как будто недоволен. Почему?» Фредерик после некоторого колебания сказал, что на этот день у него еще другое приглашение. «Сделай ты мне удовольствие, плюнь на улицу Шуазель, брось глупости. Если ты стесняешься, я напишу за тебя». И клерк в третьем лице написал, что приглашение принято. Зная свет лишь сквозь призму своих ненасытных желаний, он представлял его себе как искусственное творение, действующее по математическим законам. Званый обед, встреча с влиятельным лицом, улыбка красивой женщины могли вызвать ряд поступков, вытекающих один из другого, иметь чрезвычайно важные последствия. Иные парижские салоны были в его глазах машинами, принимающими сырой материал и путем переработки, придающими ему ценность во сто раз большую. Он верил в существование куртизанок, которые дают советы дипломатам, в выгодные браки, заключенные путем интриг, в гениальность каторжников, в случайность, покорную сильной руке. Словом, он считал знакомство с Домброзами столь полезным и проявил такое красноречие, что Фредерик уже не знал, какое принять решение. Но раз предстоят именины госпожи Арну, он должен сделать ей подарок. Он, разумеется, подумал о зонтике, так как хотел загладить свою неловкость. И вот ему попался китайский зонтик переливчатого шелка с резной ручкой из слоновой кости. Он стоил 175 франков. А у Фредерика не было ни одного су. Жил он в кредит в счет ожидаемых денег. Все же он непременно хотел его купить, и, хотя это ему и претило, обратился к Деларье. Деларье ответил, что у него нет денег. Не нужны деньги, сказал Фредерик. Очень нужны. А когда Деларье еще раз завединился, он вышел у себя. Ты бы мог иногда... Что? Ничего. Клерк понял. Он взял из своих сбережений требуемую сумму и, отсчитав монету за монетой, сказал, «Не беру расписки, потому что живу на твой счет». Фредерик бросился ему на шею, уверяя в своей дружбе, Деларье остался холоден. На другой день он увидал на рояле зонтик. Ах, вот оно что! «Я, может быть, его отошлю», молодушно ответил Фредерик. Помог случай. Вечером он получил письмо с траурной каймой, в котором госпожа Домбрюс, сообщая о смерти дяди, сожалела, что вынуждена отложить удовольствие с ним познакомиться. К двум часам Фредерик пришел в контору газеты. Вместо того, чтобы подождать его отвезти в своем экипаже, Арну уехал еще накануне. Ему не терпелось подышать свежим воздухом. Каждый год, едва появлялись первые листья, он несколько дней подряд отправлялся с самого утра за город, совершал долгие прогулки по полям, пил молоко на фермах, заигрывал с крестьянками, справлялся о видах на урожай и привозил с собой в носовом платке пучки салата. Наконец, он осуществил давнишнюю свою мечту — купил дачу. Пока Фредерик разговаривал с приказчиком, пришла мадемуазель ватназ и была разочарована, что не застала Арну. Он, может быть, еще дня на два останется за городом. Приказчик посоветовал ей поехать туда. Она не могла. Написать письмо она боялась, вдруг оно пропадет. Фредерик предложил его передать. Она быстро написала записку и стала умолять Фредерика, чтобы он вручил ее без свидетелей. Сорок минут спустя он уже был в Сен-Клу. Дом находился на склоне холма в каких-нибудь ста шагах от моста. Садовую ограду скрывали два ряда лип. К берегу реки спускалась широкая лужайка. Калитка была открыта и Фредерик вошел. Арну, растянувшись на траве, играл с котятами. Забава эта, видимо, поглощала его всецело. Письмо мадемуазель ватнас нарушило его благодушное настроение. Черт возьми, черт возьми, неприятно. Она права, мне придется ехать. Потом, засунув послание в карман, он с удовольствием показал гостю свои владения. Показал все, конюшню, сарай, кухню. Гостиная была в правой части дачи, обращенной в сторону Парижа, и выходила на балкон, увитый ломоносом. Но вот над головой у них раздалась рулада, госпожа Арну, думая, что она одна в доме, развлекалась пением. Она упражнялась в гаммах, трелях, арпеджио. Одни ноты словно застывали в воздухе, другие быстро скользили вниз, как струи водопада и голос, ее проникая сквозь жалюзи, разрывал глубокую тишину и поднимался к голубому небу. Вдруг она умолкла, пришли соседи, супруги удри. Потом она сама появилась на крыльце, а когда стала спускаться по ступенькам, Фредерик увидел ее ножку. Госпожа Арну была в открытых туфельках бронзового цвета с тремя поперечными переплетами, которые золотой решеткой выделялись на чулке. Приехали гости. За исключением адвоката Лефошера все это были завсегдаты четвергов. Каждый принес какой-нибудь подарок. Гитмер сирийский шарф, Розенвальд альбом романсов, Бюлье акварель, Сомбаз карикатуру на самого себя, Апелерин рисунок углем, изображавший нечто вроде плясок смерти, отвратительную фантазию, посредственную вещь. Юсоне решил обойтись без подношения. Фредерик, выждав после всех, преподнес ей свой дар. Она горячо поблагодарила его. Он сказал, но это почти что долг, я так на себя досадовал. За что, возразила она, я не понимаю. К столу, сказал хозяин и схватил Фредерико под руку, потом шепнул ему на ухо, уж больно вы недогадливы. Ничего не могло быть приятней для глаз, чем эта столовая с бледно-зелеными стенами. На одном ее конце каменная нимфа погружала кончик ноги в бассейн, имевший форму раковины. В открытые окна был виден весь сад с длинной лужайкой, на краю которой возвышалась старая шотландская сосна, высохшая больше, чем наполовину. Клумбы здесь были разбиты неравномерно, без строгого порядка. По ту сторону реки широким полукругом лежал Булонский лес, а за ним Неи, Севр, Медон. Прямо против калитки сада скользила по воде парусная лодка. Говорили сперва о виде, открывавшемся отсюда, потом о пейзаже вообще. Споры только начались, когда Арну приказал слуге заложить в половине десятого кабриолет. Письмо от кассира звало его в город. Хочешь, я поеду с тобой, предложила госпожа Арну. Еще бы, и он отвесил ей низкий поклон. Вы же знаете, сударыня, жить без вас я не могу. Все стали поздравлять ее, что у нее такой прекрасный муж. Так ведь я не одна, мягко заметила госпожа Арну, показывая на дочку. Потом речь опять зашла о живописи. Заговорили о картине Рейс Даля, за которую Арну надеялся выручить значительную сумму. Пелерен спросил, верно ли, что пресловутый Саул Матиас приезжал в прошлом месяце из Лондона и предлагал за нее двадцать три тысячи франков. Как нельзя более верно. И Арно обратился к Федерику. Это как раз тот господин, с которым я в тот вечер был в Альгамбре. Не по своему желанию, уверяю вас. Эти англичане вовсе не занимательны. Федерик, подозревавший, что за письмом мадемуазель в отна скрывается любовная история, изумлялся, с какой легкостью почтенный Арну нашел приличный повод, чтобы удрать в город. Но при этой новой лжи совершенно уж ненужной он от удивления вытаращил глаза. Торговец как ни в чем не бывало спросил, а как зовут того высокого молодого человека, вашего приятеля? Деларье поспешил ответить Федерик. И, чтобы загладить вину, которую он чувствовал перед клерком, стал расхваливать его незаурядный ум. Неужели? На вид он не такой славный малый, как тот другой, приказчик из транспортной конторы? Федерик уже проклинал Дюссарде. Вдруг она подумает, что он вводится с простонародьем. После разговор зашел о том, как украшается столица, о новых кварталах, и старик Удри в числе крупных дельцов назвал господина Домбрёза. Федерик, пользуясь случаем привлечь к себе внимание, сказал, что знаком с ним. Но Пелерен разразился Филиппикой против лавочников. Торгуют ли они свечами или деньгами, разницы он в них не видит. Затем Розенвальд и Бюрье стали рассуждать о фарфоре. Арну разговаривал с госпожой Удри о садоводстве. Сам Баз, бессильчак старого закала, забавлялся тем, что потрунивал над ее мужем. Он именовал его Удри по имени актер, а потом у Дыри о рисовальщика собак. Его на лбу у него заметна шишка четвероногих. Он даже хотел ощупать его череп, а тот не давался из-за парика. И десерт закончился среди раскатов смехом. После того, как выпили кофе в саду под липами, покурили и несколько раз прошлись по дорожкам, все общество отправилось к реке погулять на берегу. Остановились около рыбака, чистившего угрей в своей палатке. Мадемуазель Марта захотела на них поглядеть. Рыбак высыпал их на траву. Девочка бросилась на колени, стала их ловить. Она то смеялась от удовольствия, то вскрикивала от испуга. Все угреи разбежались. Арну заплатил за них. Потом ему пришло в голову, что надо бы покататься на лодке. С одного края горизонт начал бледнеть, а с другого по небу широкой волной разливался оранжевый свет, приобретавший красноватый оттенок у вершины холмов, которые стали совсем черными. Госпожа Арну сидела на большом камне, спиною к этому зареву пожара. Остальные бродили поблизости. Юсанэ, стоявший внизу у самой реки, бросал в воду камешки. Вернулся Арну. Он раздобыл старую лодку и, невзирая на увещание наиболее благоразумных, усадил в нее своих гостей. Лодка стала погружаться в воду. Пришлось высадиться. В гостиной, обтянутой ситцем, уже горели свечи в фрустальных жирандолях. Старушка удри мирно задремала в кресле, а прочие слушали господина Лефошера, рассуждавшего о знаменитых Пожарну стояла в одиночестве у окна. Фредерик подошел к ней. Они говорили о том, о чем и другие. Она восхищалась ораторами. Он же предпочитал славу писателя. Но ведь, наверное, испытываешь большее наслаждение, продолжала она, когда непосредственно воздействуешь на толпу, когда видишь, что ей передаются все чувства твоей души. Это не соблазняет Фредерика. Он нечистолюбив. Но почему уже сказала она? Немного честолюбия не помешает. Они стояли у окна друг подле друга. Ночь расстилалась перед ними, как громадный темный покров усеями блестками серебра. В первый раз они говорили не о безразличных вещах. Он даже узнал, что ее привлекает и что отталкивает. Госпожа Арну не переносила некоторых запахов, любила исторические книги и верила снам. Он затронул тему любви. Потрясения, причиняемые страстью, вызывали в ней сочувствие. А гнусная лицемерие возмущала, и эта душевная прямота так гармонировала с правильными чертами ее прекрасного лица, что казалось, будто между ними существует какая-то зависимость. Порой она улыбалась, на миг задерживая на нем свой взгляд. Тогда он чувствовал, как ее взор проникает ему в душу, подобно тем ярким солнечным лучам, которые пронизывают воду до самого дна. Он любил ее без всякой задней мысли, без надежды на взаимность, самозабвенно, и в своих немых порывах, похожих на пыл благодарности, хотел бы покрыть ее лоб градом поцелуев. В то же время некая внутренняя сила словно возвышала его над самим собой. То была жажда принести себя в жертву, потребность немедленно доказать свою преданность, тем более сильная, что он не мог ее удовлетворить. Он не уехал вместе с другими гостями, Юсане тоже. Они должны были вернуться в экипажи. Габриолет уже стоял у подъезда, когда Арну спустился в сад нарвать роз. Цветы он перевязал ниткой, а так как стебли были разной длины, он порылся у себя в кармане полном бумажек, взял первую попавшуюся, завернул букет, скрепил его толстой булавкой и с чувством преподнес жене. Вот, дорогая, прости, что я не подумал о тебе. Она вскрикнула. Неумело воткнутая булавка уколола госпожа Арну, и она ушла к себе в спальню. Ее ждали с четверть часа. Наконец она снова появилась, схватила марту и поспешно села в коляску. А букет спросил Арну. Нет, нет, не стоит труда. Фредерик побежал за ним. Она ему крикнула не надо мне его. Но он быстро принес букет и сказал, что опять завернул его в бумагу, так как цветы валялись на полу. Она засунула их закоженный фартук напротив сиденья и экипаж тронулся. Фредерик, сидевший рядом с ней, заметил, что она вся дрожит. Проехав мост, Арну хотел повернуть «Видимо, она была раздражена. Все ее волновало. Наконец, когда Марта закрыла глаза, она вытащила букет и бросила его за дверцу. Потом взяла Фредерика за руку, а другой рукой сделала ему знак больше об этом не заговаривать. Она приложила губам носовой платок и более не двигалась. Двое их спутников, сидевшие на козлах, беседовали о типографии, о подписчиках. Арну, правивший небрежно, в Булонском лесу сбился с пути. Пришлось ехать какими-то узкими аллеями. Лошадь шла шагом, ветви деревьев задевали верх экипажа. В темноте Фредерик ничего не видел, кроме глаз госпожи Арну. Марта лежала у нее на коленях, а он поддерживал голову девочки. «Она вам не мешает?» спросила мать. «Нет?» ответил он. Медленно подымались столбы пыли. Экипаж проезжал через отель. Все дома были заперты. То тут, то там фонарь освещал угол стены. Потом опять въезжали в темноту. Вдруг Фредерик заметил, что госпожа Арну плачет. «Что это? Раскаяние? Какое-то желание?» Ее печаль, причины, которые он не знал, тревожила его, словно нечто касавшееся его самого. Теперь между ними возникла новая связь своего рода сообщничества. И он спросил ее так ласково, как только мог. «Вам не по себе?» «Да, немного», ответила она. Экипаж катил, жимолость и сирень, перекинув ветки за садовые ограды, наполняли ночной воздух томным благоуханием. Ее платье с многочисленными оборками закрывало Фредерику ноги. Ему казалось, что девочка, лежавшая между ними, связывает его со всем ее существом. Он наклонился к Марте и, откинув ее красивые темные волосы, тихонько поцеловал в лоб. Вы добрый, сказала госпожарну. Почему? Потому что любите детей. Не всех. Он ничего больше не сказал. Он только протянул к ней левую руку и широко раскрыл ладонь, вообразив, что, может быть, она сделает то же самое, и руки встретиться. Потом ему стало совестно, и он отдернул руку. Вскоре выехали на мостовую. Экипаж катил быстрее, газовые рожки становились все многочисленнее. Это был Париж. У здания морского министерства Юсене соскочил с козел. Фредерик вышел из экипажа, только когда они въехали во двор дома, потом притаился за углом улицы Шуазель и увидел, что Арну медленно идет в сторону бульваров. На следующий же день Фредерик с небывалым рвением принялся за работу. Он видел себя в зале суда зимним вечером, когда защитительная речь близится к концу. Лица присяжных бледны, а взволнованная толпа так напирает на перегородки, что они трещат. Он говорит уже четыре часа, подводит итог своим доказательствам, открывает новые и при каждой фразе, при каждом слове чувствует, как нож гильотины, повисший где-то там над обвиняемым, поднимается все выше. Потом он видит себя на трибуне палаты депутатов. Он оратор, от красноречия которого зависит спасение целого народа. Он топит противников своими уподоблениями, уничтожает одним словом. В голосе его слышатся и громы, и музыкальные интонации. Все есть у него ирония, пафос, гнев, величие. Она тоже там, где-то, в толпе. Она скрывает под вуалью слезы восхищения. Потом они встречаются, и ни разочарования, ни клевета, ни обиды не коснутся его, если она скажет «Как прекрасно!» и проведет по его лбу своими тонкими пальцами. Эти образы, точно маяки, сияли на его жизненном горизонте. Возбужденный ум окреп, стал более гибким. До августа он заперся у себя и выдержал последний экзамен. Долария, который с таким трудом натаскивал еще раз ко второму экзамену в конце декабря и третьему феврале, удивлялся его рвению. Воскресли прежние надежды. Через десять лет Фредерик должен стать депутатом, через пятнадцать министром. Почему бы и нет? Благодаря наследству, которое он вскоре получит, можно основать газету, с этого он начнет, а там видно будет. Что касается Долария, он по-прежнему мечтал о кафедре на юридическом факультете и так блестяще защитил свою докторскую диссертацию, что удостоился похвалы профессоров. Через три дня после него защитил диссертацию и Фредерик. Перед отъездом на каникулы он решил устроить пикник, которым завершились бы субботние сборища. На пикнике он был весел. Госпожа Арну находилась теперь у своей матери в Шартре, но скоро встретится с ней вновь и в конце концов станет ее любовником. Деларье, как раз в тот день допущенный к ораторским упражнениям на набережной Орсе, произнес речь, вызвавшую немало аплодисментов. Хотя обычно он был воздержан, но на этот раз напился и за десертом сказал Дюссардье, вот ты человек честный, когда я разбогатею, ты будешь моим управляющим. Все были счастливы. Сизи не предполагал кончать курс. Мартинон для продолжения своей деятельности собирался в провинцию, где он будет назначен помощником прокурора. Пелерен намеревался писать большую картину на тему гений революции. Юссанэ на следующей неделе должен был читать директору театра развлечений план своей пьесы и в успехе не сомневался. Построение драмы не вызывает спора. В страстях я знаю толк. Достаточно таскался по свету. А что до остроумия, так это моя профессия. Он сделал прыжок, стал на руки и так несколько раз прошелся вокруг стола. Сыны Каля эта мальчишеская выходка не развеселила. Из пансиона, где он служил, его прогнали за то, что он побил сына аристократа. Терпя все большую нужду, он винил в этом общественный строй, проклинал богатых. Свои чувства он изливал перед режим баром все более разочарованным, унылым и привередливым. Гражданин занимался теперь вопросами бюджета и обвинял Камарилью в том, что она теряет в Алжире миллионы. Он не мог лечь спать, не заглянув в кабачок Александр и поэтому ушел в 11 часов. Остальные разошлись позднее. Прощаясь с Юсене, Фредерик узнал от него, что госпожа Арну должна была вернуться накануне. Он пошел в контору дилежанцев и переменил билет, чтобы ехать на день позже и часов около шести явился к ней. Возвращение госпожи Арну, сказал привратник, откладывается на неделю. Фредерик пообедал в одиночестве, а затем прогулялся по бульварам. Розовые облака, длинные, растрепанные, тянулись над крышами. Над витринами лавок уже поднимали навесы, на удичную пыль из бочек поливальщиков брызнула вода. Неожиданная свежесть смешивалась с запахами кофеен, в открытые двери, которых видны были среди серебра и позолота целые снопы цветов, отражавшиеся в высоких зеркалах. Медленно двигалась толпа. Мужчины вели разговоры, стоя группами на тротуаре. Женщины проходили мимо, и в их взглядах была нега, а на лицах та матовая бледность камелей, которая вызывает усталость от сильной жары. Что-то необъятное было разлито в воздухе, окутывало дома. Никогда Париж не казался Фредерику таким прекрасным. Будущее представлялось ему бесконечной вереницей лет полных любви. Он остановился перед театром Порт Сен-Мартен, посмотрел на афишу, и так как делать ему было нечего, взял билет. Играли какую-то старую феерию. Зрителей было мало. В слуховой окошке над райком видно было небо, маленькие синие квадратики, а кенкеты рамбы играли какую-то старую феерию. Зрителей было мало. В слуховой окошке над райком видно было небо, маленькие синие квадратики, а кенкеты рампы тянулись сплошной цепочкой желтых огней. Сцена представляла невольничий рынок в Пекине с колокольчиками, гонками, султаншами, остроконечными шапками звучали каламбуры. В Антракте Фредерик пошел бродить по безлюдному фойе, и увидел в окно на бульваре у подъезда большое зеленое ландо, запряженное парой белых лошадей с кучером в коротких штанах. Он уже возвращался на свое место, когда в первую ложу бельетажа вошли дама и господин. У мужа было бледное лицо, окоемленное жидкими сидеющими бакенбардами, орден в петлице и тот холодный вид, который якобы присущ дипломатам. Жена по крайней мере лет на двадцать моложе его, ни высокая, ни маленькая, ни дурнушка, ни хорошенькая, блондинка с локонами по английской моде, в платье с гладким лифом, держала в руке широкий черный кружевной веер. Трудно было объяснить, почему люди их круга приехали в конце сезона в театр, вернее всего чисто случайно или от скуки при мысли о вечере, которым предстояло провести вдвоем. Дама покусывала веер, господин зевал. Фредерик не мог вспомнить, где он его видел. Проходя по коридору, в следующем антракте он, встретив супругов, неуверенно поклонился. господин Дамбрюс, узнав его, подошел и сразу же стал извиняться за непростительную небрежность. Это был намек на многочисленные визитные карточки, которые Фредерик посылал ему по советам клерка. Однако он путал года и думал, что Фредерик еще только на втором курсе. Потом он сказал Фредерику, что завидует его отъезду в деревню, ему самому надо бы отдохнуть, но дела удерживают его в Париже. Госпожа Дамбрюс, опираясь на руку мужа, слегка наклонила голову. Любезно оживленное выражение ее лица не соответствовало печали, которая только что была на нем. Зато в Париже столько чудесных развлечений, сказала она, как только муж замолчал. Какая глупая пьеса, не правда ли? Все трое продолжали стоять, разговаривая о театре и новых пьесах. Фредерик, привыкший к жеманству провинциальных мещанок, еще ни одной женщины не видел такой непринужденности в обращении, той простоты, которая на самом деле есть не что иное, как изысканность, и в которой люди наивные видят проявление внезапной симпатии. Они рассчитывали видеть его у себя, как только он вернется. Господин Домбрюс поручил передать привет дядюшке Рокку. Фредерик, возвратясь домой, не применил рассказать об этой встрече де Ларье. «Великолепно!» заметил клерк. «Только не дай мамаша завладеть тобою! Возвращайся сразу же!» На другой день по его приезде госпожа Муро после завтрака повела сына в сад. Она выразила радость по поводу того, что теперь он получил звание, ибо они не так богаты, как думают люди. Земля приносит мало дохода, арендаторы платят неаккуратно, она даже была вынуждена продать свой экипаж. Наконец, она ознакомила его с положением дел. Когда, овдовев, она впервые оказалась в стесненных обстоятельствах, один коварный человек, господин Рокк, одолжил ей денег и, помимо нее, возобновлял и переносил сроки векселя. Вдруг он сразу потребовал все, и она пошла на его условия, за смехотворную цену, уступив ему прельскую ферму. Десять лет спустя при крахе банка в миллионе погиб ее капитал. Госпожа Муро пришла в ужас от необходимости заложить недвижимость и, стремясь в то же время сохранить прежний образ жизни, что могло оказаться полезным для ее сына, приняла услуги господина Рокка, когда он снова явился к ней. Но теперь она с ним в расчете. Короче говоря, у них остается приблизительно десять тысяч франков годового дохода. Из них на долю Фредерика две тысячи триста. Остаток от наследства отца. «Да не может быть!» воскликнул Фредерик. Она только кивнула головой в знак того, что это вполне может быть. «Но дядя-то оставит ему что-нибудь?» «Это еще неизвестно». Они молча прошлись по саду. Наконец она прижала сына к груди и сказала голосом, сдавленным от слез, «Бедный мой мальчик!» Мне пришлось отказаться от стольких надежд. Он сел на скамейку под тенью густой акации. Ее совет поступить клерком к адвокату Пруараму, который впоследствии передаст ему свою контору. Если он хорошо поведет дела, то сможет ее перепродать и найти богатую невесту. Фредерик уже не слушал. Он машинально смотрел поверх изгороди в соседний сад. Там была девочка лет двенадцати, рыжеволосая, совсем одна. Из ягод рябины она сделала себе серьги. Серый полотняный лиф не скрывал ее плеч, золотистых от загара. На белой юбке были пятна от варенья, а во всей фигурке, напряженной и хрупкой, чувствовалась грация хищного зверька. Присутствие незнакомца, по-видимому, удивило ее. Держа в руках лейку, она вдруг застыла на месте и уставилась на него прозрачными, голубовато-зелеными глазами. «Это дочка господина Рокко», сказала госпожа Моро. Он недавно женился на своей служанке и узаконил ребенка. «Голубовато-зелеными Продолжение следует...